Поражался матерными словами, унижая мое женское достоинство и занимался руками... Да не чести ты! Я ж тебе не пишущая машинка. Телесные повреждения есть? А как же? И руками, и поленом! Во дворе! Так, ссадины, синяки или кровоподтеки имеются? А как же имеются? По всему моему и страдавшемуся телу имеются? Не надо. Фельдшер осмотрит. Здорово всем. Здорово. Здравствуй, Данита Ильич. Ну? Че сидишь? Гостей угощай. Не-не-не-не, я на службе. Так и я на службе. Подождите в сенцах. Верка! И чтоб я тебя не слышал. Сколько ему свить? До трех лет. Да не бьет он ее. Хороший мужик. В гражданскую, в Красной Армии воевал. Вдовый. А она балаболка. Да че, я не вижу. Ну, настаивает на протоколе. Слушай, ты покури минус десяток, хорошо? Хорошо. Верка! Чего? Чего? Чего-чего? Как без мужика с детьми останешься, дура? Да и не бьет он тебя, чего зря наговариваешь? Ничего. Пусть посидит недельку, охланется малость. А три года не хочешь? Три года! Да за что? Закон такой. А когда отсидит, он от обиды, что его родная жена посадила, к тебе не вернется. Не переживет он такого позора. Он же на виду. Председатель. Никуда он не денется. Кому нужен такой? Да хотя бы Нюрки. Сходу подберет. Это, конечно, подберет. А с другой стороны, советская власть дала свободу и равноправие женщине! Свободу и равноправие дала. А мужика не даст. Ты сама подумай, кто тебя с твоими детьми кормить будет? М? Свободу и равноправие в печь не поставишь. И на плечи не накинешь. А он тебя любит. И детей твоих. Вон, я смотрю, из уезда. Каждый раз подарки привозит. И тебе. Какую шаль преподнес. Хватит! Надевились, идите за стол! Спасибо.